МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автомобилисты смогут внести вклад в благоустройство улиц. Вслед за столицы Дагестана платные парковки появятся в Каспийске и в Дербенте. Торжество знаний, молодости и будущих свершений. 25 января традиционно отмечается День российского студенчества. Пять винаристов из шести возможных. Дагестанские вольники удачно стартовали на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом расскажем в спортивном блоке новостей. И снова ДТП, и снова со смертельным исходом. В Дербентском районе республики погиб подросток и пострадали два человека. На федеральной трассе «Кавказ» владелец «Лада Приора» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с грузовым автомобилем. В результате 15-летний пассажир скончался на месте, а водитель и 45-летняя женщина госпитализированы. О Бабайуртовском районе погиб 33-летний житель Хасавюрта. Мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с фурой. Городские власти планируют увеличить пропускную способность проспекта «Имама Шамиля». На одном из отрезков возле магазина «Тысячи мелочей» внесены изменения в схемы организации дорожного движения. Здесь по направлению к центру города будет запрещен поворот налево на улицу Самурского. Для проезда на Гагарина с проспекта «Шамиля» автовладельцам придется проехать прямо до следующего перекрестка и свернуть на улицу Сурикова. Либо через небольшой отрезок улицы «Ирчика-Зака», обогнув автозаправочную станцию, пересечь проспект «Шамиля» и выехать на улицу Таркинского, а с дальнейшим движением на улицу Гагарина. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность данного участка на 20-25%. Будут установлены дополнительные знаки дорожного движения. Остановка запрещена на данном участке. Знаки приоритета при выезде на дублирующий проезд. Нанесена дорожная разметка на принадлежение по полосам и нанесена сплошная линия разметки. Следствие столицы Дагестана платной парковки на 1600 мест откроют в Каспийске и в Дербенте. По данным экспертов, за счет оплаты стоянки и выплаты штрафов за остановку транспортного средства в неположенном месте пополнится бюджет муниципалитетов. Эти средства будут направлены на благоустройство улиц. Парковочным пространством бесплатно смогут воспользоваться инвалиды, пожарные, полицейские, медики, представители спасательных и аварийных служб. Напомним, что ранее в Махачкале был введен пилотный проект с платными парковками на 3000 мест. 25 января традиционно отмечается День российского студенчества. В столице республики насчитывается 13 учреждений, в которых обучается больше 100 тысяч студентов. В рамках праздника в Махачкале проводится ряд мероприятий. На одном из них председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов наградил 25 отличившихся студентов республиканских вузов наградами правительства Республики Дагестан. В ходе встречи активисты студенческого сообщества выступили с докладами об успешно реализованных проектах и результатах взаимодействия с различными ведомствами. 3000 студенток проходят обучение в онлайн-школе образовательного женского центра «Хидаят». Мусульманки, проживая в других городах и странах, получают уроки от высококвалифицированных преподавателей по Корану. С подробностями Айша Тухаева. Меня зовут Жасмина, я из Казахстана, однако на данный момент проживаю на территории Турции и обучаюсь в Тамбульском университете. Уже на протяжении пяти месяцев я изучаю рецитацию священного Корана в образовательном центре «Хидаят» и моей прекраснейшей, самой замечательной и чуткой преподавательницей является Салимана. Для начала хочу выразить свою безмерную благодарность образовательному женскому центру «Хидаят» и моей преподавательнице в отдельности за предоставленную возможность, ведь начинала я с самого нуля. Турция, Кувейт, страны ближнего зарубежья и вся Россия. Такова география охвата учащихся онлайн-курса по Корану. Эффективные методы обучения, доброжелательные и хорошо подготовленные преподавательницы, удобный график. Всё это собрало желающих обучаться Корану в онлайн-школе образовательного центра «Хидаят». В 2019 году на базе образовательного женского центра «Хидаят» была запущена онлайн-школа по обучению Корану. И к нам поступило большое количество заявок, и на данный момент у нас обучается больше 3000 студенток. 300 групп, 105 преподавателей. Масштаб работы онлайн-школы удивляет. Безупречная работа педагогов и руководства центра помогла добиться таких успешных результатов. С 5 утра у нас начинается первый урок в школе. В это же время проходит одновременно несколько уроков у нескольких преподавателей. И вот в это время, допустим, в 5 утра, я захожу, задаю поиск 5.00 на планшете, и здесь отображаются все мои группы, ну, то есть моих преподавателей. И я захожу на каждый урок и наблюдаю процесс работы, все ли присоединились. Смотрю в группе сперва, сколько учениц состоит в группе. Далее уже наблюдаю картину на уроке, сколько человек присоединились, то есть контроль, насколько ответственно ученицы относятся к урокам. Далее смотрю, все ли камеры включены. А камеры включать ученицам очень важно, для того, чтобы преподаватель мог наблюдать за артикуляцией. По завершении бесплатной программы тем, кто планирует преподавать чтение Корана, предоставляется возможность пройти обучение по углубленной программе. Тасхих и хатам на платной основе и тем самым повысить свою квалификацию. Помните, мы на прошлом занятии говорили, при огласовке «фатхи» от слова «фатаха» открывать. Единственное при объемной букве требуется, если она идет с огласовкой «фатха», опускание нижней челюсти так, чтобы резцы нижней прикрывались губой нижней. После прохождения курса, несмотря на то, что обучение проходит онлайн, образовательный центр «Хидаят» организовывает выпускной вечер. Выпускницы из других регионов и городов приезжают в Дагестан для того, чтобы собраться, отпраздновать и поблагодарить своих преподавателей. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. И к новостям спорта. Пять финалистов из шести возможных. Дагестанские вольники удачно стартовали на кубке Ивана Ярыгина в Красноярске. Турнир с участием борцов из 24 стран планеты стартовал сегодня. А в итогах первого дня в сюжете Курбана Рагимова. Минус 17 морозов в заснеженном Красноярске. С минуты на минуту в стенах этого дворца спорта стартует 35-й юбилейный международный турнир на кубке Ивана Ярыгина. А это значит, что сегодня, а также в течение трех соревновательных дней здесь намечается глобальное потепление. Первый турнир вольников в сезоне в этом году собрал спортсменов из 24 стран. Это более 350 участников для россиян. Сезоне носят статус отборочных перед чемпионатом Европы, поэтому страсти на ковре и на трибунах нешуточны. Для Курбана Шираева турнир в Красноярске особенный. Хасыртовец дважды увозил отсюда золотые медали. В этот раз также настрой серьезный. На пути к финалу в весе до 70 килограммов борец клуба «Искра» одержал 4 победы с общим счетом 24-2. В решающей схватке его ждет принципиальное противостояние с Инаобеком Шириевым из Кабардино-Балкарии. Одна из лучших атмосфер бывает именно на оригинском турнире. Здесь очень много бывает болельщиков, которые болеют, поддерживают меня и приходят даже именно мои схватки посмотреть. Однозначно это очень приятно и хочется тоже придать им какую-нибудь улыбку на лице. И себе тоже, конечно. На этот раз решил, что нужно уже сосредоточенно навязать свою борьбу. И этот оригинский турнир уже нужно забирать в третий раз, так как впереди чемпионат Европы. Я думаю, что чемпион Оригин уже заработает все путевки на чемпионат Европы в Румынии. Так что не шаловаться получится. Что касается двух самых легких весовых категорий до 57 и 61 килограмма, то тут преимущество дагестанской школы борьбы оказалось подавляющим. В обоих финалах представлены только наши вольники. Олимпийский чемпион Заур Угуев проверит молодого земляка из Хасавюрта Мусу Мехтиханова, а чемпион мира Аббас Гаджи Магомедов попытается еще раз одолеть его брата Муслима Мехтиханова. В тренерском штабе сборная Дагестана итог выступления на старте турнира считают сверхуспешным. Фактически это первые веса, это наши веса. Мы на них расшитывали, мы планировали, что это будут наши финалисты, поэтому они выполнили, оправдали наши ожидания и я сегодня с хорошим настроением покидаю этот дворец спорта. Будем ждать завтрашних дней. Первые обладатели золотых наград Ярыгинского турнира станут известны завтра вечером. Утром же в борьбу за путевки в финал вступят борцы трех весовых категорий до 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова